итак снова всем привет или бах продолжаем пишем через этот мир 4 полета с водяра у нас готова ну почти 4 на только смесь как у меня за ночь сожрал ресурсов почти 15000 но их нужно как-то перевести поэтому придется купить газончик непривычно подавать наушник удалила кстати этот мод на ручную сцепку посоветую андрей демонстрироваться и как-то легче же стал меня ничего не буду продала все поля и итоге у нас есть деньги на этого красавцы сутки прошли сколько у нас водка стоит болит было два косаря теперь 1300 поставка на на пятерку может к обеду цена поднимется у всех сушния по яйцам прям счастье нафиг выключить этот мод на ручную сцепку оставим пока его здесь поле то сколько стоит на это поле мне уже не хватает спрашивать зачем я газе купил стуки придется ехать продавать и ступа промотать блин до обеда прямо сейчас первые трудности на маленьких картах пока я ничего больше спроса чем скорого чистота вода есть это пока не мог живут молоко тоже мало цены 1300 на хрен с ним поедем продавать сушите я не знаю как так но после удаления мода курс play ручная сцепка и какой-то еще мод был у меня почему-то фпс участвовал не намного лучше нам все-таки лучше нагрузок на ее карту принципе есть но я не знаю как это связано в общем примите к сведению науты наш мирнов по-моему мы только три полета сможем уйти за раз сейчас попробуем если он загрузит оба тяжелая водка блин теперь надо понять где ее продать по выгодному курсу а че у нас там спрос на че поднялся то на шерсть когда нам еще будет бред а это большой спроса сюда мне надо ехать ну раз мы там еще не были начнем запись тогда от базы в общем я немножко убавил микрофон потому что посмотрел записи в этих наушниках как-то вообще все по-другому кстати и музыка даже слишком громкая как оказалось поставим насчет звуков игры не знаю в принципе 40 раньше был 60 когда тех наушниках но опять же посмотрим как будет с этими наушниками с этим микрофоном правда я его немного убавил в общем опять все надо по-новому настроить и что самое странное после удаления этих модов как-то связано я без понятия ну подумай это надо но это еще есть запись у что там не потерял так забирайте в один чуть Че это за звуки? Да, в каком же я... В каком же я все-таки говнее играл до этого? А, можете так забрать, да пожалуйста. Страшные звуки какие-то тут. Не то, что было много, даже скажем ни о чем. Надо было дождаться, когда будет цена в 2000. Вон газик пока здесь остался. В принципе, ему вообще не нужно сейчас. Тем более он жидкостей и вещества никакие не перевозит. Запрещен. Но на поле, ну как всегда, наверное, не хватит, да? А нет, хватит. 109. И может это опять взять? Ах, не хватит. Я просто хочу вот эти вот все три поля купить в базе базы и потом вот эту базу. И может это взять 65. Да какая разница? Шумная какая хрена. А у меня ПТСК куплено интересно. Вот будет смешной, если нет. Да, не куплено. Есть вариант продать тюкопресс. Ой, не так продать. Потому что мне он нафиг не нужен. Ну, у меня, по-моему, Сидоров ТВ нафиг не сдорчет. Надо было брать дюбрю просто сельсник. Так, кто не скинуется? Джоника. Джоника можно было. Ну, ладно, пусть будет. Вот. В общем, пойду я пока продам тюкопрессу. Тюками я просто не планирую заниматься пока что. Пока что. Может, в будущем. Если бы был эксплоген, не будет об этом нуждаемся. Побавлю. Прямо счастье. Нет. Судок 3000. Нет. Спасибо. Теперь дайте мне ПТСК. Для вас, чтобы он мне ее грузил. В принципе, больше ничего менять не буду. Идей к кассарей. В принципе, можно было кредит взять еще 5 кассарей. На технику, которую мы не пользуемся, нам не нужна. Пока едем до поля. Реально, в этих наушниках слышно все. Я не знаю, как их тихо вообще. Я просто еду, у меня какие-то шуми, у меня какие-то. Ну, короче, понял, у кого хорош наушники. Хотя они стоят всего 900 рублей. Я представляю, там кратинок каких-то будет. Вообще, все слышно будет. Опять, какие у меня шланги поцепятся. По-моему, электрические. Больше тут выходов-то и нет. Да, так вот, и мы начнем. Сейчас какой-то еще. Вал, кейт-кейт-кейт-кейт-кейт-кейт-кейт. Все, он не успеет. Привязку только в плане, когда я привязан. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстане! Почему она не пошла? Почему все манкурки образуются? Тут прицеп-то широкий. Не, намедленно всплывается, но я тоже медленно дул. Можно, в принципе, круиз поставить. О, как нам и лучше. Можно снимать картиночку. И называть эту серию СИЛС и дешевая рудка. Можно вообще, кстати, посудить травяные поля. Брать и продавать, потому что это же просто трава. Что с ней будет? Выросла, опять берем и опять косим в каком-то поедине. Ну, пока поедем назад. А, я же еще тромбовала. Сечка. На автоматическом, хотя это была уже сечка. Это поле, по-моему, у меня еще не созрел. Знакомый лежал. Мне нужен сейчас СИЛС. Вот и все. Не учитывая, через как он влияется. База, где у нас стоял СИЛС, там, по-моему, есть вид. Вот эта вот верхняя, я вот не знаю, что там. Можно будет, в принципе, съездить. Куда берем ту полю. Немножко плотно не сидит, конечно. Но ухо полностью закрывает, не давит на ухо. Ну, зуб такой интересный. Всегда это мечтает сделать, по-моему. Ну, лежал бы тут ручника нет. Давай, заводить коломаток ставим. Кстати, а у меня же, по-моему, то у них он да есть. Жадка, который косит. Да. Ой. На 5 метров. А это на 4,6. А еще следующей серии, когда, вообще, на 5 метров заниматься СИЛС, я возьму. Ну, либо еще что-нибудь. Типа, полно. 680. 5101, пожалуй, в гору западный. Ну что ж, с этим ходом мы закончили. Продолжаем ходу около 106. Ну, у нас 378. Продолжаем ходу около 106. На 5 метров. В гору западный. Ну, и в гору западный. Еще раз, по-моему, в гору западный. Снимая ход. Ещё надо будет почистить. Кстати, можно будет лопату купить на этих телах. Ну давайте, ещё два процента. Получается, надо будет записывать. Сейчас узнаем. Это будет обновление. Кстати, у меня из них не такая идея, что это будет идти в комбайн прямо сейчас. Потому что он во многом хуже, по-моему, для комнаты. Ну да, он будет. Как-то детализация, но на этом всё. Плюс от того, что он стоит 30 тысяч. И скорость работы стоит жадко у него 15, а у этого он 10. Плюс она шире. Мы даже выиграем по тенденциям. Потому что, пожалуй, он прямо так и сделан. Я даже не думаю, в принципе, трафика сегодня нет. Так что поедем, сейчас продадим. Комбайн хорошая. Урмит и новый. Он всегда найдёт какой-нибудь новый. Посмотрим, сколько он там. Ну, примерно столько, да. Да, я вроде был за 80 или за 70. Уже не помню даже. Опять у нас деньги появились. 30 косарей. Как автор завещал. Ну, вот это, конечно, взять. 650. Где их взять-то сейчас? РСМ-ку, ну, он не может траву косить, к сожалению. Так что не помогает. Комбайн хорошая. Комбайн хорошая. В принципе, у нас зелёнки были на обычных колесах. Если кто-то, давайте на широкий. GPS уже 40. Берем. Единственный минус это жадко. Что, хрен знает, как её придётся возить. Ох, похуй, тихий-то. Капец, ты, кого могу оровать, то вообще тихий. Попробуем так доехать. Плюс у него вроде никаких проблем нету с той ПТСкой в плане разворота. Вот так есть и ванна. Что-то там внутри что-нибудь есть, в общем. Очень перегородок каких-то, наверное. Внутри, короче, ничего нету. Ладно. Еду пока на поле. Не, ну реально тише этого аппарата. Немного тише. Мне даже громкость немножко на поле. А тут вообще ничего не прицеплять. Все шоу подбежать. Тихий-то прям сразу. Во! О чём не говори? Надо было только на любую сторону разворачиваться. Вообще никаких проблем сразу врата нету. Учитель. Не знаю. Причём чём? Тихо. Ширина. Класс. Класс. Погнали. Это по сути тот, я даже не знаю кто сказал, что в первом Странный петел Я испугалась Дышка Завязывай все-таки немножко просаживай Два прицепа еще займем, а потом еще две прицепы А пока я обработал Еще интересно, через сколько дней будет готовить этот Силус Значит точно придется копить на эту сторону Там только у него спустилась Но стоит конечно стоять А потом уже смех Да и чеканай не надо скинуть потопчать а гре он такой путь уже опасно да ладно, скинуть потопчить гре он такой путь тоже опасно потому что В принципе, можно еще продать, а еще это будет спать, а вот с того воздушения. Держал, как бы если здесь не просто, ну, в принципе, она укрутится. Какие-то камушки поможете, как бы. Кстати, как у меня уже лучше решение поставить на кирс. Надо лучше надеваться, потому что тяжело. Все, надо поставить. Ну, у нас это как за последний прицеп. А остальное я буду уже потом за кадром заполнять другую яму. Полностью почти. Ну, не знаю. Я думаю, тут полених то, что полностью забить. Поднимается уже. Клупили. Уже все понравилось. А, что? Продолжаем. Ну, все. Последний прицеп забил. В принципе, тут даже немножко осталось. Где-то, может, опять на пол прицепа. Включаем. Включаем. Вдалив сразу на базу. На временно. В принципе, еще только нормально осталось. Да, потом я же декады на беру. Потом за 108-й возьмусь. Просто. Спустим. Пусть идти нормально. Вот это. Блин, хотя ногу загонит. Не заехать смогу. Там я вот спрятал. Свекольный аппарат. Вообще, на самом деле, это тестовый, потому что опять не знаю. По звуку. Постоянно проверяем. Но на ютубе все по-разному. Постоянно проверен. Постоянно проверяем. Блин, наверное, я зря подпил. Хотя, мог бы просто налить прицеп всех скидок. У меня побольше. А есть побольше. А есть побольше. Минус этого микрофона в том, что он все звуки вылит. Как и мышки, как и всего прочего. А тут микрофон оказался тихим. Потому что игра у меня была, с музыкой слишком много написала. Ну, напишите, в общем. Ну, хотя нет, надо еще его серии записать потом. Вот с этим микрофоном. Пока я еду на базу. По краям, наверное, лучше по краям. Раскоп делим немножко, не страшно. Блин, еще и застрел, скажи. Раскоп делим. Именно не хватает моты на балтерах. Референциальная. Че без мышки такие лежат? Блин, пускай шоу. Такие хорошие выходят. Уже и вечер, кстати. Ну, в принципе, силу со мной будет, так что... Следующий я, наверное, вот эту заберу. Насколько смогу. Чтоб силу спросила всегда был в остатке. Стоять. Затк уже не может. Блин, прицеп-то куда-то девать. О, только здесь оставлю. Все равно прибудется еще. Я лопату видел. О, кстати. Здесь вот пока брошен. Какой-то маленький вопад, конечно. Вон, хоть тут. Мне просто на некоторых картах вот эти вот мышки, они как бы ими можно пользоваться. Я даже видел, как некоторые дырки закидывали покрышками. И все это фиггало. Ой, смотри. Чего у нас тут зала бота такая? Она нераздвижная даже, да? Нет. Я поеду. Принадшественные образы. Блин, потихну что ли? Я это все по-другому теперь даже... Даже буду как-то требовать воспринимается. Вон, все, ну вот. Хотя, я не знаю, нужна мне вообще вопада или нет. Но покрышки широкие точно надо поставить. Вот, я думаю. А если я сейчас поставлю широкие, точнее, даже двойные покрышки, она не смогла выходить отсюда. Ну, посмотрим. Блин, деньги хотят. Мишленовский-то поставил. Шесть косарей еще тратить. Не, я с двойными, я бы точно здесь не выехал. Сменим пластинку под конец серии. Блин, 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 блин. Мне нужен срочный мод на повреждение, как на 17-фильм. В интернете я буду аккуратнее ездить. Да, вот так. Блин, сто лет не занимался рисованием. Подожди, я же, по-моему, могу управлять лопатом. Здесь потихонечку ехать. Скажем, 5 километров. По идее, надо просто ездить вперед-назад и разравнивать все это дело. Ну, она идет, в принципе, уже хорошо. А если быстро ехать? Ну, черт его знает. Быстро надо ехать или медленно. Максимально. Вот так вот сделать. Нет, прессового не идет, кстати. Ну, в принципе, наверное, хватит. Буду теперь просто вперед-назад ездить. Немножко пущу лопату, чтобы немножко зацеплялась. Блин. Лишка, немножко. Да, где-то какая-то фигня вышла. Надо, наверное, развернуться, чтобы машина туда не толкала. А, кстати же, продаются специальные штуки для прессования. Блин, где их искать-то я уж не буду. Заравнивать, по-моему. Во. Берем. Силу самым много будем заниматься, потому что нам эта штука пригодится. Так, ну, это я пропущу. Пока точно не знаю, поможет ли нам этот оппонент или нет. Ну, за что-то, наверное, 7000, наверное. Может, Кирилл слишком легкий. Или, по-моему. Ну, пока непонятно. Ну, вроде бы быстрее. Я могу прямо отсюда сейчас заехать и выехать. Ну, ладно. Застрял. Чего мне там куда-то на борцей прицепить? Я могу чувствовать сейчас нужно. Да. Ну, ладно. Редбула немножко бахнем. Да что-то даже Редбула не помогает. Надо как-то, блин, сталкать туда эту часть. В общем, дальше у нас пока ничего не интересного. Поэтому, как будет 100%, я запущусь. Почти 100%. Правда, я до конца не понял, надо видеть, настроение нет. Потому что эффект один и тот же по скорости прессования, мне кажется. Все. 100%. У нас будет, получается, всего со 134 тысяч. Накрытие. Ферментация уже 1%. Мне кажется, быстро приготовится. Вот это, конечно, блин, непонятно. Тут можно было бортик повыше поставить. Это уже личные придирки. Не то, что я слишком высоко взял. В принципе, для меня еще рабочий день не окончился бы. В смысле, через что-то там хочешь зацепить. Где? А, у тебя там крюк есть? Прикольно. Пока мне это не надо. На сегодня мы задачу свою выправили. У нас есть, ну, пока я имею почти, СИОС. Мы продали много бодяры. Цена потихоньку все равно растет. Надо прыгнуть. А, что прыгнуть-то? 10 тысяч уже. В принципе, время уже 18. За ночь еще больше накопится. Если цена будет нормально, то сразу продам. На крайняк, может быть, все-таки коноплишку. Ну, в принципе, на этом моменте все. Все, 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 все. Всем пока.